2003 год прям вспоминать не хочется во первых мы проиграли выборы а поскольку до этого времени я в политике была уже 14 лет то для любого профессионального политика эта трагедия он теряет свою профессию он теряет свое дело мы были в оппозиции старались провести много законов и провели их и 13 процентов зарплаты и все законы по малому бизнесу но это не помогло мы проиграли выборы и я помню была совершенно расстроенная муж мне ничего не сказал и мы чтобы не развлечь он меня повел в кино мы смотрели по моему убить билла тогда он шел на большом экране убить билла 2 и когда я вышла муж получил звонок а маша до этого болела она болела много у нее была температура все считали она простудилась температура ушла через месяц опять заболела и ночью все время плакала и муж спал вместе с нею и вот когда он опустил трубку он прямо сказал и ромаш и рак ликоз все клетки сто процентов раковые я впервые в жизни не выдержала естественно у меня началась какая-то легкая истерика потекли слезы и так далее одновременно это закон чиновничества из-за того что мы проиграли выборы меня выкинули из государственной дачи прям с вещами со всеми делами съезжайте куда хотите я попросила помощи у своей там партии каких-то чиновников 8 толку никакого жилья нету а у нас не было квартиры потому что я никогда не использовала служебное положение смотря на то что мне предложил президент получить такую квартиру я отказалась и решила что как бы сами решим и вот вещи собраны в чемоданы маша в больнице в российской со стопроцентными раковых клеток я лежу просто никакая просто совсем никакая больше чем никакая чем я была какая свое время и приходит муж поздно ночью слегка выпил я его понимаю дошел до ручки тоже и будет ирка ягод все придумал что ты придумал дорогой мой ну что ты придумал нам нужно собирать вещи арендовать где-то жилье ну чё ты у нас ребенок болен это еще придумал ирка ты ключевая энергия в этой семье ты ключевой энергетический источник и источником этой энергии является то дело которое ты любишь ты обожаешь ты без него не можешь просто жить и ты всю жизнь в политике мечтала хотя бы поучаствовать в президентской кампании а по большому счету ты хотела быть президентом страны давай сейчас это был как раз накануне начала кампании год безумные у нас ребенок умирает это ир ты пойми логику если у тебя нет энергии у ребенка я тоже не будет и у меня не будет мы все не выживем поэтому займись пожалуйста своим делом а я чем смогу тем помогу и мы начали компанию деньги дала оппозиция жесткая я это не скрывала компания была оппозиционная очень нервная больницы республиканской вылечили ребенка была прекрасна с точки зрения врачей но как всегда ужасная с точки зрения ухода поэтому по очереди по ночам мы мыли полы делали ночью место медсестер уколы и когда массу лечили а каждые три дня каждые три дня ей делали пункцию спинного мозга под общим наркозом проверяли ухудшение есть мозг затронут или нет и каждый раз меня потрясло от страха потому что есть и мозг затронут тогда это конец и когда я получала позитивный результат то я была счастлива и я помню что какой-то момент мне маша сказала она маленькая была четыре с половиной года она мне сказала мама я так устала я так хочу на небо и у меня впервые стали нервы у меня была такая истерика потому что я интерпретировала это что она собирается бы собралась уходить от меня туда а потом оказалось что она таким образом хотела сказать что надоело мне в этой больнице я хочу на самолете полететь куда нибудь и так далее в общем кое-как меня успокоили и мы продолжили все это дело за счет моего любимого дела во мне вскрылась бешеная энергия наконец даже моя партия меня не поддержала и яблоко тоже только немцов поддержал и все лично а так никто и я просто летала по всей стране я встречалась с людьми создала свою программу я создала позитивную программу я не занималась только критикой а я рассказывала как вообще решить все проблемы и мне было так хорошо потому что я наконец была свободна своей политической деятельности наконец говорила не какие-то согласованные позиции со своими коллегами а я говорила все что я хотел а ночью я дежурила в больнице а когда не успевала то муж и даже женщины сжалились сказали прекрати мыть полы мужик мы будем мыть их за тебя а твоя баба пусть уже борется за наших детей за медицину и за все 15 марта выборы закончились я получила свои около пяти процентов и у маши наступила полная ремиссия и появилась энергия в этот раз у всех маша выстроила вот такая история